АРТ-МЮЗИК ФЕСТ На днях в форум-холл при полном аншлаге прошел в первой в Москве антиформатный фестиваль Арт-МЮЗИК ФЕСТ Мероприятие посетили более тысячи человек, среди которых были продюсеры, организаторы фестивалей и крупных ивентов, пиарщики, начинающие и профессиональные артисты Открыли фестиваль мастер-классы от ведущих деятелей шоу-бизнеса и индустрии развлечений Как это было? Смотри прямо сейчас В этой ярмарке приняли участие одни из самых крупнейших концертных агентств страны Помимо выступления топовых артистов была также пресс-конференция На ней радиоведущие раскрыли распространенные ошибки эфира и о том, как добиться популярности Это некий такой неформальный повод собраться тем людям, кто этим занимается И, конечно же, кто хочет собраться, поделиться своими мыслями, наблюдениями в тех или иных вопросах Оказывается, были даже те, кто приехал из других стран, чтобы задать свои вопросы на форуме Наши звезды тоже не остались в стороне и узнали для себя много нового и даже подумали сами побывать в роли лектора Мы сегодня слушали лекцию, которую проводили и Сергей Балдин очень интересно отвечал на вопросы многих менеджеров, начинающих коллективов, которые даже из разных стран, даже человек из Белоруссии приехал Алексей Воробьев сам бы с удовольствием поделился опытом с начинающими артистами, если бы это было нужно Ведь сам он работает сейчас в Америке с теми, кто делает мировые хиты С удовольствием приехал сюда, чтобы... ну мне это, наверное, в каком-то смысле для меня это самоутверждение того, что я могу выходить на сцену и петь для профессионалов Ну а встречал и провожал всех со скрометными шутками робот Федя Специально для Раши Music Box На днях в Москве прошла пресс-конференция певицы Нюши на тему «Я все делаю не зря» Которая была приурочена к выходу новой программы амбициозной певицы Ньюсбокс побывал там и готов поделиться с тобой самыми интересными подробностями Смотрим! Эффектное выразительное шоу ожидает каждого, кто придет на концерт Организаторы учли все ошибки прошлого года Новое направление в музыке, новый посыл и диалог со зрителями будут присутствовать Так что даже если вы пришли один, одиноки вы не будете Нюша поговорит с каждым Мне бы хотелось, чтобы после каждой нашей встречи с зрителем, со слушателем Они оставались под приятным впечатлением И они выходили в концерты воотушевленные и вдохновленные на штуку Невероятных декораций команда не обещает Зато они собираются выйти за грани формы с помощью видеоинсталляции Которая перенесет присутствующих в другую реальность У нас задача наоборот максимально разнообразить задник И затаскивать в каждом треке человека в свой определенный мир Чтобы он максимально аутентично его смог прочувствовать Копировать западных артистов Нюша не собирается Говорит, у самих идей хватает Про номинацию «Лучшая певица» в реальной премии Нюша узнала только от нас И была приятно удивлена Мне очень приятно быть номинированной Конечно, надеюсь, что вы с меня голосуете В номинации вместе с Нюшей представлены Максим, Ёлка, Виктория Дайнека и Бьянка Сама певица не берется предсказывать исход голосования Уважением отношусь к ним, к их творчеству Поэтому тут решать только зрителю и слушателю Как вы захотите, друзья, так и будет 19 ноября в Государственном Кремлевском дворце В Москве состоится первая реальная премия телеканала Мьюзикбокс Ты должен быть там Напомню, что каждый день ты можешь голосовать За любого из пяти артистов Каждой из 12 номинаций на сайте www.realmusicbox.ru Только от тебя зависит, кто одержит победу Поддержи своего любимого артиста И позволь ему получить по заслугам Успей купить билеты и своими глазами увидеть Как награждается лучшая из лучших 19 ноября Кремль первая реальная премия Мьюзикбокс Через несколько секунд Ньюзбокс придется на рекламу Сразу после нее мы покажем тебе Где прошли съемки клипа рэпера Джигана и певицы Полины Скай А также как высшая школа телевидения МГУ праздновала свой день рождения Ньюзбокс дальше с твоем экране С тобой по-прежнему я, Рома Кеннадо Дальше будет только интереснее Популярный рэпер Джиган любит записывать совместные дуэты И снимать на них клипы Каждый раз такие работы становятся настоящими хитами И занимают верхние строчки хит-парадов На этот раз Джиган записал совместный трек С юной певицей Полиной Скай На презентации клипа побывала съемочная группа Телеканала Russian Musicbox Чтобы показать тебе эти кадры Она мечтает, чтобы гумиры ожили с картинок И до сих пор движет глупая проявность На этот раз Джиган записал совместный трек Вместе с начинающей певицей Полиной Скай На презентации нового клипа На песню «Жизнь моя» собралось много звезд С которыми мы решили пообщаться И узнать, помнят ли они себя в 14 лет Я, кстати, уже рэп читал Занимался спортом, учился Как-то так, ну, свободно проводил время Думал о будущем В 14 я помню, когда только что проснулась Кое-что физиологическое, да Это абсолютно нормальное воспоминание Мне не стыдно в этом признаться Мы заговорили про детство неспроста Сюжет клипа очень жизненный Молодая девушка хочет быстрее стать взрослой Причем ситуация обостряется с каждым днем В итоге Полина Скай убегает из дома Подальше от своих родителей И тут на помощь приходит Джиган Сыгравший роль духовного наставника юной певицы В итоге все заканчивается хорошо Известный рэпер помогает певице справиться с непониманием Интересно узнать у Полины впечатления о совместной работе с Джиганом Это был большой опыт И мне понравилось с ним работать Он очень хороший, добрый человек Мы быстро нашли с ним общий язык Он меня поддерживал, помогал мне Я желаю, прежде всего, всем вам Не пытаться вырасти раньше времени Все будет Живите в настоящее время Ну все, у вас будет хорошо Полина Скай довольна совместной работой А что скажет Джиган? Я думал тоже, знаешь, что приеду на студию Мы будем долго и нудно записывать все это Нет, мы приехали Я нашел быстро с ней общий язык Она очень, ну, как воспитанная девочка Воспитанная, главное вот в этом плане воспитание Как бы в творчестве оно должно быть В первую очередь тоже в работе с музыкой Артисты довольны, а это главное Сегодня мы вам покажем нашу совместную работу Также порадуем нашим творчеством Как и моим, так и Полином, да? Ну что ж, в принципе, мы все готовы Кто первый начинает? Я Приятного просмотра! Канал Russian Music Box желает юной певице Полине Скай Достичь самых высоких целей И не спешить повзрослеть, ведь всему свое время Презентация первого сольного сингла от диджея Эм Хастлер «In Love Again» на днях состоялась в столице Как стало известно Ньюсбоксу, Эм Хастлер готовился к этому событию год Поэтому наша съемочная группа не могла обделить вниманием такое событие Один из самых выдающихся и талантливых диджеев Москвы Эм Хастлер презентовал свой первый сольный сингл «In Love Again» Музыкант готовился к этому событию год И за это время вложил в работу безграничный океан души, смысла и сил Презентация проходила невероятно ярко Полный клуб любителей качественной музыки Шикарное праздничное настроение и аплодисменты диджею Которые редко умолкали на протяжении всего события Поддержать и поздравить диджея приехали коллеги по цепу Среди которых были Samuel, Music Hike, House Band, MC Kocos И многие другие артисты, влюбленные в хорошую и профессиональную музыку Все танцевали, смеялись и веселились Равнодушных не было Презентация нового трека началась с эффектного интро барабанщиков Которое постепенно переросло в полноценный сингл «In Love Again» Диджея Эм Хастлер живет музыкой каждую секунду Даруй ее нам, слушателям, и не ради удобного заработка А по причине того, что музыка — это смысл жизни артиста Канал Russian Music Box поздравляет диджея с выходом первого сингла И желает больше вдохновления, сил и самые высокие строчки хит-парадов для новых треков Ну вот и все! Жди свежий выпуск в Ньюсбокс в понедельник Чтобы не скучать на выходных, посещай наш официальный сайт Не забудь, что у Ньюсбокса появилась своя группа ВКонтакте Также не забудь про наш инстаграм Russian Music Box Мы ждем от себя лайков! Желаю всем хороших выходных! С тобой был Рома Кеннадо! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова